До появления XG все удары в статистике были безликими сухими числами. И это была главная проблема. Вот представьте, ранее вот этот удар равнялся этому. Теперь для каждого удара можно определить вероятность. Давайте рассмотрим оба удара. В первом случае QR-Л бьет правой ногой. Он, кстати, правша. С очень близкого расстояния. Практически без помех. Вероятность гола в этом моменте должна быть очень близка к 100%. Во втором же моменте Де Александра бьет и за пределов штрафной. При этом удару предшествует событие, которое явно не повышает вероятность гола. Игрок бьет практически с разворота, несмотря на ворота. Впереди и по бокам от него 4 игрока соперника. Все это явно уменьшает вероятность забить гол. Из этой позиции в такой ситуации он забьет не чаще, чем один раз из 20-25 ударов. А значит максимальная вероятность гола здесь не более 4-5%. Давайте посмотрим, что нам показал Андерстат в этих двух эпизодах. Удару Квалья Рейлы он присвоил войса 4%. А удару Де Александра 3%. Как вы видите, ранее эти моменты попадали в статистику как равнозначные. Теперь же каждый удар обрел лицо. А точнее вероятность. Теперь давайте рассмотрим, какие же факторы влияют на вероятность гола в том или ином моменте. Факторов, влияющих на вероятность гола во время удара бесчисленное количество. Вплоть до того, в каком настроении игрок, куда дует ветер в данный момент. Или что ел сегодня на завтрак игрок. Все эти факторы безусловно так или иначе влияют на вероятность поразить ворота. Но во-первых, эти факторы относятся к разряду тех, которые практически невозможно отследить и просчитать. А во-вторых, эти факторы очень слабо влияют на вероятности. По сравнению с некоторыми другими, которые непосредственно очень сильно влияют на вероятности. Среди бесчисленного множества факторов выделяют три ключевых, которые влияют на вероятность гола. Это расстояние до ворот. Угол относительно линии, делящий поле пополам в продольном направлении. Относительно этой линии строится угол от точки удара до середины ворот. Степень заблокированности удара. Какую площадь обзора ворот закрывают защитники, блокирующие удар? И какая площадь ворот в зоне досягаемости вратаря? Это три практически равнозначных фактора и можно их ставить в любой последовательности, так как каждый из них примерно одинаково и, что самое главное, очень существенно влияет на вероятность гола. Например, если игрок бьет с 80 метров, то какие бы ни были данные у двух остальных факторов, вероятность на гол будет низкая. Если игрок бьет с нулевого угла, то так же, как бы ни были остальные два фактора, вероятность забить гол будет все равно низкая. То же самое и с блокировкой мяча. Если вплотную на расстояние 10 сантиметров перед мячом три игрока, плюс на линии вратарь, то все остальные факторы уже не имеют смысла, так как вероятность гола близка к нулю. На четвертом месте идет фактор части тела, который нанесен удар. Этот фактор, безусловно, тоже очень сильно влияет на вероятность. Она куда выше, если игрок бьет рабочей ногой, чем нерабочей ногой или головой. Но все же этот фактор уступает первым трем, так как даже при ударе нерабочей ногой или головой, вероятность забить гол хоть и падает, но не настолько сильно, как падает вероятность в первых трех факторах. Еще менее значимы являются факторы скилла игрока, скилла вратаря, сколько пробежал игрок перед ударом, тип передачи предшествующего удару, счет на данный момент, сколько минут на поле играет игрок, наносящий удар. То есть эти факторы, безусловно, влияют на вероятность, но уже далеко не настолько сильно, как предыдущие четыре. Да, безусловно, очень важно. Бьет Месси или Киеллини, Роналдо или Налдо, но падение вероятности не такое критическое, как в первых четырех факторах. Вот так на основании различных факторов и определяется вероятность гола для каждого удара. То есть вне зависимости от того, куда полетел мяч после удара, на трибуны или в сетку ворот. На оценку вероятности это не влияет никоим образом. Оценка вероятности происходит в момент удара. Посчитав вероятности гола во всех ударах команды за матч, мы складываем эти вероятности и получаем альтернативный счет матча. И с помощью этого альтернативного счета по XG, мы и можем строить все возможные модели прогнозирования вероятности исхода в событии.